8.30 утра. Довольно интенсивный поток машин, в том числе грузовых. Скорость тоже немаленькая. Казалось бы, стандартная картина, ничего необычного. Если бы не одно «но». По этой же дороге, единственной в деревне Лопатина, прямиком по проезжей части идут люди. Дети в школу, взрослые на остановку общественного транспорта. Мама с малышней в детский сад и поликлинику. Дорога у нас действительно очень оживленная, очень. Иной раз не знаешь, в какую сторону отойти, чтобы тебя не сшибли. Идут машины одна за одной. Если они встречаются, то еще сигналят, что, мол, отойди, а я поеду. Скоростной режим не соблюдается. У меня четверо детей. Старшие ходят в школу, ходят по этой дороге. Тротуара в нашей деревне нет. Дети ходят, естественно, по проезжей части. Движения у нас двухсторонние. И разъехаться машины порой не могут. Мы тут долго бились. Вот нам одного лежачего полицейского наконец-то сделали. Очень не хватает второго. Дорога узкая. Чуть-чуть будет ее как-то облагородить пошире и тротуар. Прям жизненно необходим тротуар. Детей много. Очень много в последнее время даже были случаи. Дети тут под машины попадают. Не хотелось бы, чтобы такое происходило. Местные жители связывают большой транзитный трафик с окружившими деревню новостройками. Дороги местные не справляются. Расторгуйское шоссе узкое. Сухановское узкое. Сейчас поставили на пересечение Сухановской улицы и Расторгуйского шоссе светофор. И водители, дабы не стоять в пробке, объезжают их через деревню. При содействии губернатора, когда мы написали письмо президенту, сделали объездную дорогу, которая проходит по линии передач. Она в ужасном состоянии. Естественно, водители пытаются проехать через нас улицу. На съезде с Расторгуйского шоссе в деревню уже год стоят сразу несколько дорожных знаков, среди которых жилая зона и движение грузовых авто запрещено. Но водители, видимо, это не смущает. И мы неоднократно просили 10 лет. Нам обещают поставить камеры. Детей не выпускают, потому что по дороге ни на велосипеде проехать невозможно, ни поиграть детям, ничего нельзя в деревне. Мы живем вот как запертые в своих домах. Интересно, что на другом конце деревни, в месте пересечения с улицы Сухановской, установлен знак «Проезд запрещен». Но горе автолюбителя и его игнорируют. Мы предлагали администрации поставить за свой счет видеокамеру, которая могла бы здесь фиксировать нарушителей. Вот сейчас мы видим, как нарушители у нас проезжают. Знак видите кирпич? Вот, пожалуйста, человек поехал под кирпич, он видит, он кивнул, он согласен заплатить от 5 тысяч по ПДД. Жители утверждают, знак регулярно срывают с опоры, и его приходится устанавливать заново. Решением проблемы они видят установку шлагбаумов, которая позволит физически пресечь транзитный трафик. К слову, жители готовы сделать все за свой счет. Уже получили проект установки шлагбаумов. Ждут лишь разрешения администрации. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого.